Здравствуйте, меня зовут Андрей Садников. Я поэт, культуртрегер, замечательное слово мне нравится, и я педагог поэзии. Я учу поэзии не так, как этому учат в вузах и школах. Я не рассказываю о судьбах алкоголиков, пишущих стихи о том, как поэты женились, ругались, стрелялись. И я пытаюсь вместе с вами каждый раз разбираться, почему этот текст является поэзией. Почему это стихотворение работает и производит на нас какое-то эйфорическое впечатление. А вот это стихотворение формально совершенно правильное и оставляет нас равнодушными. Я вместе с вами, и я во время этого процесса хочу, чтобы вы научились сами это делать, без меня. Пытаюсь, в общем, разобраться в том, что является сутью поэзии, сущностью поэзии. Мы на прошлых наших лекциях говорили о многом. Мы говорили о том, что речь – это звучащий выдох. Мы говорили о том, что поэзия производит физиологическое воздействие, если это хорошая поэзия на человека. Мы говорили о том, что, глядя на, ну, например, 14 строк сонета, вы должны понимать, что это не 14 строк на листе бумаги. Это расписание вашего дыхания и ваших эмоций. Сегодня я буду говорить на военную тему. Дело в том, что время такое. Время, когда стоит, когда нужно, когда важно поговорить о военной теме в русской поэзии. Тем более, что вот насколько я понимаю, насколько я вот озираю окрестности, ландшафты мировой поэзии, ничего подобного ни в одной из крупных мировых поэзий не существует. Вот даже в древнегреческой поэзии с ее Илиадой, с ее Одиссеей не существует такого обширного военного контента, который есть в русской поэзии. Он есть и в современной, в сегодняшней, буквально в сиюминутной русской поэзии. Мы должны с вами понимать, что вот эта военная составляющая – это не одна из тему, это не одна из красок нашей поэзии, нашей русской поэзии. Это, попросту говоря, ее, ну может быть, во многом суть. Ну, для начала начну вот с такой истории, она совершенно правдивая, кстати говоря, о посиделках, когда русская молодежь, ну 30-35-летняя, сидела с совершенно замечательным приятелем, африканцем. И вот они за столом разговаривали о том, какие у кого есть песни и красивые ли они, попросили спеть африканца. Он им спел некую такую изящную, в меру заунывную. Помните, как «Волесье стране чудес». Значит, это очень длинная, но зато очень печальная песня. Он им спел вот такую вот песню. Они с восторгом спросили, про что песня? Наш африканский друг. Он сказал про красивую девушку, которая ждала одного такого парня. Вот так вот, любовь. И тогда они стали петь свои песни. Они спели ему, конечно, «Черного ворона». Они спели ему «С нашим ясоволом не приходится тужить». Они спели ему «Варяг». Они спели ему «Медаль за город Будапешт». Ну и вот весь нормальный русский мужской репертуар. А когда он спросил, слушайте, какие песни красивые. А о чем они? Они ему рассказали, что вот тут пуля полетела. Тут я лежу, умираю, меня сейчас птицы будут клевать. Сейчас мы тут все сгорим и утонем. Он как бы, да, он пришел в некоторое ошаление и, послушав, сказал, вот все эти песни, он сказал, у вас очень красивые, но очень страшные песни. Ну вот так и есть вот эта вот воинская составляющая, вот эта воинская, одновременно благородная, но во многом, во многом, и такое прощальное отношение к миру, которое есть в русской поэзии, оно сформировано как раз вот этой воинскостью нашей поэзии. Но если мы вспомним с вами самое первое из известных нам по-настоящему вот великих произведений русской поэзии, то это слово о полку Игореве. Слово о полку Игореве, мы сейчас продолжим о нем говорить. Я сначала, при каждом удобном случае, я говорю, что вы будете натыкаться на то, что автор слова о полку Игореве неизвестен. Вот не слушайте этих балбесов, этих доморощенных и, я не знаю, как глупых литературоведов. Автор слова о полку Игореве известен, это сам князь Игорь. В 11 веке вышло произведение, ставшее началом русской художественной прозы. Оно называлось «Слово о законе и благодати Илариона Митрополита Киевского». Никому в голову не приходит сказать, что автор этого произведения неизвестен. Потому что автор вынесен в заглавие. Слово о законе и благодати Илариона Митрополита Киевского. Автор этого слова – Иларион Митрополит Киевский. Но когда литературоведы, это с 19 века идет, с начала 19 века, читают заголовок этой великой воинской поэмы, слово о полку Игореве, Игоря Святославича. Они говорят, мы не знаем, кто написал, но Игорь Святославич и написал это. Князь был сам вот этим поэтом-воином. Потому что когда вы читаете слово о полку Игореве, вы все время натыкаетесь и впадаете вот в такое эфорическое состояние совершенно точных, важных наблюдений очевидца. «Это произведение не могло быть написано человеком, не участвовавшим в битве и в походе». Один из потрясающих совершенных моментов в этой поэме – это наступление сначала сумерек, а потом ночи, когда русские выстраиваются, готовясь к битве. У меня вот этот фрагмент всегда вызывает потрясение. А вот русское войско выстраивает, готовясь к битве и перегораживает вот это поле, этот кусок степи. Я прямо так и вижу вот эту диагональ. Красными щитами. Ну, любой человек, минимально знакомый с законами оптики, скажет, что ведь это не только красиво. Это абсолютно верно, потому что именно красный цвет становится самым последним из тех цветов, которые человек перестает различать в темноте. И вот князь Игорь-то, он и видел вот эту вот диагональ красных этих пятен, красных щитов. Только человек, бывший в том походе, бывший в той битве мог это написать. А еще в этой великой воинской поэме у князя Игоря мы встречаем фрагмент, который для меня неопровержимо свидетельствует о том, что это человек, который принес вот из того похода, не только какие-то вот зрительные воспоминания, но это человек, который принес и зафиксировал то, что он тогда слышал. Вот эти уникальные звуки. В слове «Полку Игоря» описано затмение, солнечное затмение. Когда наступает темнота, и да, любой средневековый человек испытывает шок от затмения. И князь Игорь пишет о том, какие звуки тогда были. Он пишет, что вороны перестали каркать, «И был только слышен шелест ужей». Понимаете? Такое может написать, такое может вспомнить только человек, который мог присутствовать там, вот там, вот на том поле, где раздавался вот шелест травы, в которой двигаются вот эти вот ужи, эти полозы. И вдруг смолкшие вороны, которые сначала кричали, когда солнце начало гаснуть, а потом вдруг замолчали. Только тот человек, кто был на поле битвы, кто был в этом походе. И да, именно тот человек, чье имя вынесено в заглаве этой поэмы, он и мог быть автором этой поэмы. Вообще мы должны с вами понимать, что древнерусская поэзия, которая относится к слову о полку Игореве, и та поэзия, в которой мы сейчас с вами живем, это две разных поэзии. Да, слово о полку Игореве продолжает производить на нас громадное, важное, плодотворное действие. Но с XVIII века в России появилась та поэзия, которая существует до сих пор. И в XVIII веке к нам пришла поэзия, которую сформировали, которую, ну надо сказать, в целом продвигали и которой пользовались дворяне. Вообще русская культура, русская литература в частности, и русская поэзия, тем более литературная, была созданием дворянского сословия. Созданием дворян и аристократов. Хорошо это или плохо? Вот вы скажете, ну дворяне, они же такие вот неженки, что они знают о жизни. Это вы насмотрели фильмов каких-нибудь про Обломова. На самом деле, русское дворянство, вот до времен Екатерины II, это было сословие военно-служилое. Это были вот служивые. Это были те люди, которые с отроческого возраста были на войне. Они обязаны были быть на войне. Война составляла их быт. Война была профессией. Именно тот факт, что они были военными, и давал им привилегий освобождение от налогов, закрепление за ними населения, которое обеспечивало самих дворян и их семью. Ведь дворянин, он почему получал крепостных-то крестьян себе? Он почему получал земельные наделы? Да для того, чтобы он мог вооружиться, для того, чтобы он мог отправиться в поход и воевать. А его семья в это время не побиралась, а ждала воина профессионального, рожала и готовила к бою новых воинов. Дворяне – воинское сословие. В 1739 году появилось первое произведение новой, скажем так, современной русской поэзии. Его написал Михаил Васильевич Ломоносов. Это Илон Маск в XVIII веке. Это человек, который изобрел и сделал в России, во всяком случае, все. В том числе Михаил Васильевич Ломоносов разработал и включил. Вот так вот, знаете, как кнопкой пропеллер Карлсону включал, начиналось жужжание и полет. Вот Михаил Васильевич Ломоносов разработал и включил новую русскую поэзию, которой мы пользуемся до сих пор. И первым русским стихотворением, относящимся к современной русской поэзии, было великолепное стихотворение «Ода на взятие Хатина». То есть это было стихотворение, рассказывающее о том, как русские штурмовали населенный пункт, он до сих пор существует, Хатин находящийся, вот до сих пор, между Молдавией и Украиной, вот в тех местах, вот ровно там, где все продолжает происходить и сейчас, с теми же примерно участниками 1739 год, появление вот новой современной русской поэзии. Поэзия, которая использует системно, использует рифму. Эта поэзия системно использует стихотворные размеры европейского типа. Ямб, хорей, дактилем, фибрахи, анапис, пионы. До этого стихотворные размеры в русской поэзии, до Ломоносова. И вот строфическая структура, которую мы сейчас знаем, там, четверостишия, там, я не знаю, сонеты, системно в русской поэзии просто не существовало. Вот это было создано дворянской культурой. А когда в 60-х годах 18 века Екатерина II, а перед этим ее несчастный муж, объявили о вольности дворянской, ситуация несколько изменилась с русской поэзией, но странным образом в лучшую сторону. Дело в том, ну, вот в лучшую. То есть, ясно, что вот указ о вольности, там, о дворянских вот этих привилегиях, которые не обязательно должны были подкрепляться службой. Он, в конце концов, сыграл очень плохую роль, такую злую шутку, как принято говорить, с русским обществом. Но вот тогда это привело к чему? Дворянам было предоставлено право не быть военными, не воевать вот где-то там, на этих рубежах нашей страны, вот под Нарвой, или где-нибудь на подступах к Хатину. А можно было, в общем, жить гражданской жизнью. Но при этом за ними оставались привилегии, за ними оставались закрепленными крепостные. То есть, получалось, что в стране формировалось некое очень богатое, по сравнению, ну, предположим, с крестьянством, или даже с мещанством сословия, которое имело досуг и имело необходимость в культуре, которая обеспечивала бы этот досуг. В результате мы видим, как, собственно говоря, дворянская литература становится величайшей литературой мира. Примерно за сто лет своего существования русская дворянская литература стала не просто дворянской, она стала общей мирового значения литературы и вошла в число, может быть, пяти-семи величайших литератур мира. Вот русское воинское сословие, дворянство, создало литературу, которая является одной из лучших в мире. Наряду, предположим, с французской литературой, с итальянской, с древнегреческой, с латинской литературой. Вот это одна из лучших литератур в мире. И в отличие от всех других литератур, эта литература возникла и состоялась за сто лет. Не за множество веков. Невероятная вот эта вот энергия русского военного сословия была направлена в культуру. Посмотрите, русские композиторы, русские живописцы, русские философы, русские поэты, русские прозаики, это дворяне. А если мы всмотримся в этих дворян внимательнее, мы увидим, что чаще всего перед нами не просто дворяне, а дворяне с погонами, с эпалетами. Пушкин очень переживал, что у него нет возможности участвовать в военных действиях. Он вот на Кавказ поехал и он умудрился там участвовать в одной из атак. Как говорят, был очень разочарован, когда вот эта атака быстро закончилась и оказалось, что та территория, на которую он в составе атакующих прорвался, она приседина к России и он опять не за границей. Такая шутка существует, что он рвался так вперед с этой пикой бесстрашно, потому что хотел попасть за границу, ему все время не удавалось. Граница России двигалась вот прямо за ним. Но посмотрите, Денис Давыдов, Лермонтов, посмотрите, посмотрите на Льва Толстого, да, это он в начале 20 века уже такой вот старец, гуру, вегетарианец, но это блестящий аристократический совершенно персонаж. это чрезвычайно храбрый и умелый офицер. Севастопольские рассказы, казаки поясни, то, с чем Лев Толстой вошел в литературу, это же тоже, это воинские вещи, а Лев Толстой это величайший писатель вообще всей человеческой истории. А Лермонтов, а Гаврила Державина, мы все время с вами видим присутствие вот дворянского, воинского элемента в русской поэзии. Даже вот этот обычай, который столько бед принес русская поэзия, вот эти вот дуэли, их не было бы, если бы наша литература и наша поэзия в то время была бы создана и, ну скажем так, принадлежала бы иному сословию. Все эти дуэли, когда Пушкин стреляется с Дантесом, когда Волошин умудрился выйти на дуэль с Гумилевым, вот это как раз следствие того, что перед нами дворянская поэзия. Хорошо или плохо? Это великолепно. Это сверходаренное сословие, обладающее великолепной энергией и поразительной культурой. Именно оно сформировало современную русскую поэзию. Вот если мы будем говорить об одной из важнейших черт, скажем, поэзии советского периода, мы увидим в ней, ну, буквально преобладание военной, патриотической тематики. Но оно ведь появилось не на пустом месте. Мы будем чуть позже говорить о некоторых самых важных фигурах советской военной поэзии. А они писали гениальные тексты, которые произвели потрясающее воздействие на всю нашу культуру, на все наше общество. Вот они вышли как раз в известной мере, в значительной мере из той дворянской воинской поэзии, которая сформировалась к Первой мировой войне. К этому мы еще вернемся, к тому, как сформировалась вот эта плеяда русских советских поэтов воинов. Русских советских поэтов воинов, я говорю, не случайно, потому что надо говорить о том, что эти поэты, кого мы считаем сейчас русскими поэтами, могли быть любой национальность. Но по своим убеждениям, по своим эмоциональным реакциям, по своей нравственности, это были люди, которые глубоко были укоренены в русской культуре. И вот их, собственно говоря, эта советская составляющая, она стала дополнением к их укорененности в русской дворянской культуре, а не отрицанием. И вторая составляющая, которая произвела огромное воздействие на русскую поэтическую культуру, а давайте мы с вами скажем, что русская поэтическая культура это не только культура написанного, напечатанного стихотворного текста. Мы должны понимать, что поэзия произошла от некоторого такого синтетического явления, когда поэзия была частью песни. Поэзия очень поздно рассталась со своей песенной функцией. В Европе первые, собственно говоря, литературные стихи, стихи, предназначенные только для печати, только для чтения. Или для прочитывания вслух, но тем не менее дни для напевания. Они появились всего тысячу лет назад. Надо понимать, что поэзия песенная это такая же полноправная часть нашей поэтической культуры. И мы можем говорить вот о чем. Если на литературную закавычин, на ту часть поэзии, которая является литературой, которая предназначена для книг, важнейшее влияние оказала русская дворянская воинская поэзия, то вот на русскую песенную поэзию огромное влияние оказало еще одно сословие казачество. это тоже воинское служилое сословие. Сословие, которое имело преимущество, привилегии, не платить налогов, освобождение от телесных наказаний и так далее. Сами казаки друг друга могли наказывать. Но вот да, это было привилегированное сословие в российском царстве, в российской империи, но это было воинское сословие. Вот эти их привилегии, которые делали их гордыми и которые заставляли говорить, мы не мужики, мы высшие, мы отдаем жизнь на родину, мы бесстрашные люди, мы воины, мы с двух лет в седле. Вот казачество точно так же, как дворянство, оказывало влияние на русскую поэзию, казачество тоже оказало громаднейшее воздействие на русскую поэзию. Но вот здесь мы можем говорить, что это воздействие прежде всего было на поэзию песенную. Помните в самом начале нашего разговора я вам рассказывал, как русские парни, там 35-летние мужики пели свои любимые песни вот этому африканскому гостю, и они пели в оспавном то, мы же понимаем, что они пели. Они пели либо казачьи песни, либо песни, сложенные под воздействием казачьего, скажем так, стиля, казачьей поэтики. И если дворянской поэзии воинской мы можем с вами рассуждать, вспоминая имена предположим, Лермонтова, Гавриловича Державина, то здесь, если мы с вами будем говорить о казачьей поэзии, мы встретим меньше имен. очень часто казачья поэзия в большинстве случаев была анонимной, не потому, что автор прятался, а вот по самому способу бытования текста. Текст очень часто не имел некоторого первоначального, четкого и потом четко соблюдаемого и воспроизводимого состава. Песня менялась. Многие из этих песен сейчас считаются народными, а потом произошло еще более интересное явление. Песни, которые стали сочиняться и нам известны, их имена совершенно конкретными, понятными авторами становились народными, казачьими песнями. Об этом чуть позже. Сейчас я хочу разобрать один из таких ключевых текстов, которые существуют вот в русской оинской поэзии. Это знаменитая песня снежочки. Вот эту песню вы наверняка слышали, кто не слышал, ну я вам завидую. Вот это ощущение эйфории, удовольствия, вот этой прозительности, одновременно яркости, радости и печали, вот оно наполняет эту песню. Казачья песня, давайте я сам текст прочитаю, если я временами начну ее петь, ну вы меня извините, не смог удержаться. Полно вам снежочки на талой земле лежать, полно вам казаченьки горе горевать, полно вам казаченьки горе горевать, оставим тоску печаль во темном в лесу, оставим тоску печаль во темном в лесу, будем привыкать к азиатской стороне, будем привыкать к азиатской стороне, казаки казаченьки не бойтесь ничего, казаки казаченьки не бойтесь ничего, есть у вас казаченьки крупка и мука, есть у вас казаченьки крупка и мука, каши ценовары мягких хлебов напечем, каши ценовары мягких хлебов На печем, сложимся Под денежки, пошлем за венцом Я знаю, что возраст у нас Меньше совершеннолетия Ну вот, вы можете себе представить Что, увы и увы Казаки посылали за венцом Сложимся По денежке, пошлем за венцом Выпьем мы по рюмочке По завтрекаем Выпьем мы по рюмочке По завтрекаем Выпьем по-другому, разговор заведем Выпьем по-другому, разговор заведем выпьем мы по третий с горя песню запоем выпьем мы по третий с горя песню запоем мы поем поем про казачье житье мы поем поем про казачье житье казачье житье право лучше всего казачье житье право лучше всего у казака дом черно бурочка не лиса чернобура а бурка черного цвета это как плащ-палатка из овчины жена молодая все винтовочка и вот здесь смотрите мы с вами попадаем мы вернемся к этому возможности датировать эту народную казачью песню жена молодая все винтовочка отпусти полковник на винтовку поглядеть отпусти полковник на винтовку поглядеть чтобы моя винтовка чисто смазана была что моя винтовка чисто смазана была вдарят по тревоге чтоб заряжена была вдарят по тревоге чтоб заряжена была верный мой товарищ конь горячий вороной а вот здесь начинается фрагмент казачьей вот этой песни снежочки который произвел решающие воздействие на всю дальнейшую российскую русскую советскую поэзию о войне вдарят по тревоге чтоб заряжена была верный мой товарищ конь горячий вороной верный мой товарищ конь горячий вороной с песней разудалой мы пойдем на смертный бой с песней разудалой мы пойдем на смертный бой служба наша служба чужедальняя сторона служба наша служба чужедальняя сторона буйная головушка казацкая судьба вот в этом фрагменте который без всякого сомнения народный то есть это не некий автор который выдает себя за казака это действительно написано казаком казаками мы с вами встречаем все те элементы вот и буйная головушка и вороной конь и как человек понесется навстречу своей смерти при этом испытывая ну вот какое-то ощущение свободы и победы вот все это будет встречаться позднейшей поэзии но было все это заложено вот здесь в песне снежочки как мы можем датировать эту песню вот какому времени она относится люди полная энтузиазма могут нам сказать что это старинная настолько старинная песня со времен или муромца существует да вот так вот было да можем мы ведь датировать эту песню совершенно точно здесь упоминается винтовочка а винтовочки поступили на вооружение там это тоже интересно 1870 году была принята на вооружение винтовка бердана то есть эта песня совершенно ясно что она была написана после 1870 года формально вот эта песня годится во внуки и правнуки царю салтану александра пушкина ну понятно да пушкин это вот дворянская поэзия это вот казачья поэзия что для нас еще здесь важно и на что я бы хотел обратить ваше внимание вот чрезвычайно это интересно вернусь к тексту этого стихотворения вот к этой песне буквально к началу вот оказывается что в русском сознании живет два представления о правильном ландшафте по правильном пейзаже о правильном вот окружающем о правильной природе которая окружает человека и вот смотрите полно вам казаченьки горе горевать оставим тоску печаль по темном во лесу оставим тоску печаль по темном во лесу и дальше с радостью сообщается будем привыкать к азиатской стороне сразу на сердце становится легче будем привыкать к азиатской стране казаки казаченьки не бойтесь ничего а что это такое почему это они боялись леса почему у них была какая-то тоска печаль который вот они в этом во темном во лесу оставили лес для них темное лес для них не свобода чужое то место где они не могут чувствовать себя собой это же удивительно вот это представление о том что именно степь именно степной ландшафт является правильными несущими отсутствие страха вот эти степи представляются эти бескрайние степи в них нет тоски них нет печали них можно ничего не бояться а вот лес это вот вот эти деревья это что-то темное неприятное я когда зацепился вот за это удивительное свое наблюдение я одного очень близкого своего очень известного певца такого он грандиозный персонаж известен всем все его знают и он он южанин и и спросил вот странно вот какое-то отношение такое да а вот что к лесу по деревьям вот какое отношение он по а не архитекта и он мне сказал вы знаете андрей я всю жизнь к деревьям относился вот ну знаете это вот как бы малая форма архитектуры в городе урна лавка дерево вот как то вот так вот я относился как разве вы не испытывали к деревьям вот ощущение какой-то близости родства мы да ну нет конечно но дерево и дерево вы понимаете два любимых ландшафта у одного народа у нашего часть нашего народа полагает что деревья это вот темно и они мешают нашей свободе но обратите внимание другая совершенно есть такая поэзия которая говорит о том что дерево собственно говоря это нечто являющийся в известной мере тобой тобой даже в стихотворениях ну вот совершенно но новых вот относительно новых и в тушенко помните когда с ним начались личные проблемы он пошел сговорить не с психотерапевтом он пошел он спросил ясеня он спросил лутополя да вот есенин он сам себе казался вот клёном клён ты моя папша это разговор с другом или даже с самим собой а посмотрите например поэзия женских песен у нас ой цветет калина в поле у ручья парня молодого полюбила я калина цветет значит это еще молодое вот собственно говоря растение молодой кустарник и парень-то молодой а вот есть другая песня когда калина красная калина вызрела это уже песня которую поют зрелые женщины я у залёточки характер вызнал а вот ассоциация с вызревшей калиной это вот собственной женской зрелости ну а например совершенно поразительная песня которую мы все поем вводим хороводы начиная с детского сада не понимая о чем эта песня некому березу заломате люли-люли заломате и вдруг мужчина молодой мужчина парень говорит что я эту березу то и заломаю о чем это речь да как ни странно эта речь идет о том что перед нами вот в такой символической форме описание вот романтических я бы сказал даже эротических отношений где девушка ассоциирует себя с чистотой с белой березой а парень как раз говорит о том что он в общем ну и вот такие дела и вот такие дела то есть посмотрите казачья песня она мало того что отличается от собственно говоря остальной русской культуры вот своим пристрастием к степи тому что человек испытывает радость от отсутствия любых объектов вокруг него такая космическая совершенно составляющая вот она отличается еще и надо вам сказать совершенно очень часто специфической лексикой в казачьей поэзии в казачьей песенной поэзии мы встречаем множество слов которые в основной нашей литературе но не употребимы не потому что они там неприличны но мы должны понимать что словарный состав лексика литературы во многом определяется тем кто эту литературу создавал разумеется мы встречаем есаулов у казаков кстати обратите внимание что мы встречаем что к нам пришло вот-вот-вот-вот-вот а чудо из казачьей песни про снежочки к нам пришли вот эти вот вороные кони вообще тема вот этот вороной вот это слово вороной в русской поэзии она совершенно воинская посмотрите когда воин умирает и над ним вьется ворон вот это представление о том что ворон связан с воинской смертью она древнейшая она и славянской воинской мифологии еще идет одно из важнейших стихотворений в русской поэзии описывающих русскую белую эмиграцию вот раскол страны откалывание от страны важного такого ее фрагмента белая эмиграция уход из крыма да это стихотворение николая туроверова уходили мы из крыма сейчас я надо его в своих бумагах николай туроверов эмигрировал из россии он уходил вот из крыма вот на этих пароходах мы это видели с вами в фильмах мы видели это с вами фильм как это происходило это горе этот ужас уход из крыма белых и гражданского населения гражданская война вообще она очень долго продолжалась даже после ее горячего окончания после отсутствия уже как бы прямого противостояния в окопах на линии фронта вот наш народ сердце нашего народа во многом до сих пор еще не заросло вот от того разлома а поэтому вот надо понимать что во многом наше отношение к белой эмиграции а это я родился в советском союзе я всегда был за красных и мое да я думаю что и большинство из моих соотечественников отношения к белой эмиграции формировалась но очень интересным образом это произошло вот этим стихотворением николая туроверова через двадцать лет 1920 году он ушел из крыма в возрасте 21 года вот на таком пароходе через двадцать лет в 1940 году эмигрант николай туроверов казак написал вот такое стихотворение уходили мы из крыма среди дыма и огня я с кормы все время мимо своего стрелял коня а он плыл из немогая за высокой кормой все не веря все не зная что прощается со мной сколько раз одной могилы ожидали мы в бою конь все плыл теряя силы верю в преданность мою мой день щик стрелял не мимо покраснела чуть вода уходящий берег крыма я запомнил навсегда фантастика вы скажете андрей юрьевич газманов же такую песню с 1989 года и до сих пор поет газманова спросили скажите а газманов кстати по образованию он совершенно военский человек он в калининграде в нормальном совершенно он получил нормальное воинское образование газманова спросили вы вот это стихотворение великое стихотворение эмигрантской николая туроверова читали когда писали свою песню быть нет я в кино увидел там кино было с высоцким они уходят и конь плывет а высоцкий сходя с ума от жалости и горя он в этого коня стрелять чтобы тот не плыл за кормой 60-х годах больше чем через 20 лет после стихотворения туроверова и за 20 лет до песни стихотворения газманова вышел фильм служили два товарища создатели этого фильма были советские люди сценаристы режиссеры и они знали текст туроверова и они дали высоцкому роль собственно я самого туроверова вот того человека который стрелял своего коня с кормы вот так стихотворение туроверова из 1940 года перешло вот к нам и во многом вот это стихотворение существует уже как некоторый миф как некоторый факт национального сознания который вот это противостояние между белыми и красными лечит лечит важной составляющей военной темы в стихотворениях в русских является вот какой момент совершенно необязательно чтобы военные стихотворения рассказывала нам о каких-то вот военных сооружениях видах оружия воинских званиях способах ведения войны есть величайшие русских стихотворения которые относятся к военной теме вот у меня на доске написано военная тема русской поэзии вот есть множество стихотворений в русской поэзии первоклассных важнейших в которых никаких формально военных реалий предметов оборудования терминов нет но это стихотворение о войне одним из самых важных русских стихотворений и при этом стихотворением абсолютно военным является знаменитое стихотворение константина симонова это стихотворение жди меня и я вернусь однажды мой друг один из крупнейших русских поэтов при этом человек совершенно не сентиментальный позвонил мне чуть ли не в полночь и буквально закричал в трубку я понял андрюша я понял я понял это не просто стихотворение это молитва вот да вот да вот одно из величайших русских стихотворений одно из главных воинских русских стихотворений стихотворение жди меня это молитва это молитва и обратите внимание в нем напрочь отсутствуют военные термины. И, в общем, то, что это стихотворение, собственно говоря, военное, мы понимаем сразу, но если бы кто-то другой, некий воображаемый иностранец спросил бы нас, а почему мы считаем это стихотворение военным, я не знаю, смогли бы мы ему объяснить. Жди меня, и я вернусь, только очень жди, жди, когда наводят грусть, желтые дожди, жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера, жди, когда из дальних мест писем не придет, жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет, жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино, напомин души, жди, и с ними заодно выпить не спеши, жди меня, и я вернусь. Всем смертям назло, кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло, не понять, не ждавшим им, как среди огня. Ожиданием своим ты спасла меня, как я выжил, будем знать, только мы с тобой, просто ты умела ждать, как никто другой. Константин Симонов в одной из величайших русских стихотворений 1941 года. И завершить свою лекцию, нашу встречу сегодняшнюю, я хотел бы вот чем. Давайте мы с вами выучим стихотворение, которое тоже о войне, и в котором тоже нет никаких упоминаний военных каких-то предметов, терминов. И это тоже одно из важнейших русских стихотворений. К сожалению, оно известно не так широко, как великий текст Константина Симонова. Алексей Решетов. Стихотворение написано в 1970-е годы. Мы в детстве были много откровений. Что у тебя на завтрак? Ничего. А у меня хлеб с маслом и вареньем. Возьми немного хлеба моего. Года прошли, и мы иными стали. Теперь никто не спросит никого. Что у тебя на сердце? Уж не тьмали? Возьми немного света моего. Вот такое стихотворение Алексей Решетов ребенком, переживший войну, носил ее в сердце и воплотил, выразил вот в этом стихотворении. Повторюсь, это стихотворение говорит не просто о милосердии, не просто о том, как правильно жить. В этом стихотворении живет война, хотя ни одна из так называемых военных реалий не упомянута. Еще раз его повторю, я хочу, чтобы его вы выучили, и чтобы вы тоже это стихотворение, как и я, знали, пусть оно теперь живет и у вас в сердце. Мы в детстве были много откровенней. Что у тебя на завтрак? Ничего. А у меня хлеб с маслом и вареньем. Возьми немного хлеба моего. Года прошли, и мы иными стали. Теперь никто не спросит никого. Что у тебя на сердце? Уж не тьмали? Возьми немного света моего. Возьмем немного света у поэзии и будем жить дальше мужественно, правильно и внимательно. Это был Андрей Санников. Я поэт, педагог и, прости Господи, культуртрегер. До новых !